Начинаем наш урок. Он пойдет ребятам впрок. Бауржан, Тимур, Сергей, Лена, Света и Андрей, Алия, Тамила, Саша, Настя, Женя и Наташа. Всех приветствовать я рада. Постарайтесь все понять, хорошо запоминать. Дорогие ребята, я не случайно назвала имена. Как вы думаете, о чем будем говорить на уроке? Правильно, об именах собственных. Тема урока «Большая буква в именах собственных». Сегодня на уроке вы узнаете о правописании собственных имен существительных. Научитесь писать большую букву в именах собственных. Использовать кавычки в названиях произведений, книг, фильмов, газет, журналов. Давайте подумаем, что мы уже знаем об именах собственных. Имена, отчества, фамилии людей, клички животных, географические названия стран, городов, рек, озер, морей, названия улиц, площадей, художественных произведений. Это собственные имена существительные. Имена собственные пишутся за главные буквы. Например, Казахстан, Костанай, Табол, Абай-Кунанбаев. Остальные имена существительные, нарицательные. Они пишутся со строчной буквы. Сегодня мы с вами отправимся в замечательное место. Прочитайте вместе со мной стихотворение Самуила Яковлевича Маршака, и вы поймете, о чем идет речь. Но вдруг погасли лампы, настала тишина, и впереди за рампой раздвинулась стена. И увидали дети над морем облака, растянутые сети, избушку рыбака. Внизу запела скрипка пескливым голоском, заговорила рыбка на берегу морском. Все эту сказку знали о рыбке золотой, но тихо было в зале, как будто он пустой. Где мы оказались? Многие догадались, что мы попали в театр. О каком спектакле говорится? Это постановка по произведению Александра Сергеевича Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». Каждый из вас, наверное, был в театре. Вспомните, какие вы знаете сказки? Знаете ли вы их героев? Как зовут лису? Как зовут крокодила? Как зовут мышонка? Как зовут доктора? Какие из этих слов надо писать с большой буквы, а какие с маленькой? Проверим. Герои сказок. Лиса Алиса, крокодил Гена, мышонок Пик, доктор Айболит. Слова лиса, крокодил, мышонок, доктор – это нарицательные имена существительные. Их пишем с маленькой буквы. А слова Алиса, Гена, Пик, Айболит – это собственные имена существительные. Их пишем с большой буквы. Из каких сказок эти герои? Кто авторы этих сказок? Алиса – это лиса. Гена из сказки Алексея Николаевича Толстого «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». Гена – это крокодил из сказки Эдуарда Николаевича Успенского «Крокодил Гена и его друзья». Пик – это мышонок из сказки Виталия Валентиновича Бианки «Мышонок Пик». Айболит – это доктор из сказки Корнея Ивановича Чуковского «Айболит». Ребята, запомните, что названия художественных произведений, фильмов, газет, журналов пишутся за главные буквы и заключаются в кавычки. Спектакли по мотивам этих сказок можно посмотреть в театре. В городе Алматы есть Казахский государственный академический театр оперы и балета. Он был основан в 1934 году, а в 1945 году ему присвоили имя великого казахского поэта, деятеля культуры Абая Кунанбаева в честь его столетнего юбилея. Первым представлением была музыкальная комедия «Айман Шалпан» на основе произведения Мухтара Ауэзова. Современный театр Абая является главной сценой страны. Это одно из самых красивых и знаменитых строений города. В репертуаре театра оперные постановки, классические спектакли, театральные представления, выступления балетных трупп, музыкальные концерты. Вспомните произведения, которые вы читали на уроках литературного чтения. Кто является автором каждого из этих произведений? Автор сказки «Двенадцать месяцев» Самуил Яковлевич Маршак. Басню «Лебедь, щука и рак» написал Иван Андреевич Крылов. Рассказ «Меня зовут Кожа» написал Бердебек Сакпагбаев. Автором стихотворения «Глаза голубые земли» является Музафар Алимбаев. В письменной речи имя и отчество автора произведения сокращают до одной начальной буквы. Первые буквы имени и отчества называются инициалами. Работа по учебнику. Страница 16, упражнение 9. Вспомните сказки, вставьте в предложение имена героев. В этом вам помогут слова для справок. Давайте проверим, правильно ли вы выполнили задание. Сестрица Алёнушка и братец Иванушка пошли по свету счастье искать. Вылепили дед и баба из снега дочку и назвали её Снегурочка. Шагают ведра по тропинке, а за ними Емеля бежит. Добрый доктор Айболит, он под деревом сидит. Имена, отчества, фамилии людей, клички животных, географические названия стран, городов, рек, озёр, морей, названия улиц, площадей – это собственные имена существительные. Они пишутся с заглавной буквы. Названия художественных произведений, фильмов, газет, журналов – тоже пишутся с заглавной буквы, но ещё и заключаются в кавычке. В письменной речи имя и отчество автора произведения могут обозначаться инициалами. Оцените свою работу. На какой ступеньке лесенки успеха вы находитесь? Молодцы, ребята! Всем большое спасибо! До новых встреч!